Совсем недавно в микрорайоне Кубрис открылся новый спортивный клуб «Спарта». На минувших выходных там впервые прошел турнир по смешанным единоборствам. Таких зрелищных соревнований в Славянске-на-Кубани еще не было. С подробностями мои коллеги. Со всего края и даже России в Славянск-на-Кубани приехало около 150 спортсменов, чтобы поучаствовать в турнире по смешанным единоборствам. Борцы из Краснодара, Армавира, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Ростова и Москвы – все они боролись за Кубок Вышегора. Сеть интернет-магазинов спортивной одежды и инвентаря совместно с предпринимателем Андреем Снигуром организовали этот турнир. Он рассказал нашей съемочной группе о главной идее таких соревнований. Цель турнира – привлечение больше молодежи в спорт. Это новый вид спорта, смешанное единоборство. У нас было не развито. В целях развития решили учредить такой турнир совместно с Вышегором. Выступали спортсмены в двух дисциплинах – по смешанным единоборствам и греплингу. Эта борьба продолжается, пока кто-то из бойцов не сдастся. И по трём категориям – дети, юноши и взрослые. По словам директора спортклуба «Спарта», такие турниры теперь в нашем городе будут проводиться регулярно. Артём Леонов – спортсмен из Славянска-на-Кубани, занимается смешанными единоборствами всего полгода. Раньше играл в волейбол, но потом понял, что всё-таки борьба ближе по духу. Это по-настоящему мужской вид спорта. Здесь только соревновательный момент, один на один. То есть, те, кто занимаются, наверное, поймёт. Смешанные единоборства или, как его чаще называют, ММА – действительно очень мужской вид спорта. В него входят все виды единоборства. В основном борьба, а также бокс, май-тай. В этот день посмотреть на такие зрелищные соревнования собралось немало жителей Славянска-на-Кубани и приезжих гостей. И вот на ринг, неожиданно для всех, выходит маленькая девочка. В своей весовой и возрастной категории ей нужно было побороть соперника. Только он был представитель сильной половины человечества. Но, несмотря ни на что, ей удалось победить в этом бою. Александре Агулиной всего 11 лет, но в копилке её побед уже 25 медалей. В основном за первые места. Различные соревнования. Я занимаюсь три года. Мне это очень нравится. Я ещё с детства начала заниматься дедо, потом самбо. В конце турнира подвели итоги. Кубок Вышегора по греблингу в общекомандном зачёте заработали наши славянские спортсмены. Олег Третьяков, Евгений Мартынюк и Вячеслав Юровский. Организаторы обещают чаще проводить такие турниры, ведь они интересны молодёжи. А это значит, что они за здоровый образ жизни. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».